Пацаны, хотите себе повысить фпс? Возможно ваша оперативная память работает не на всю мощность. Заглядываем в биос, все хорошо, пишет 3200, а теперь смотрим по факту. Что? 2400? Почему так? XMP профиль, да и сам биос пытается нас обмануть. Чтобы исправить этот прикол от разработчиков, вводим вручную нашу частоту оперативной памяти, которая указана на коробке, либо на сайте производителя, и пишем наши тайминги, а это сделать еще проще. Обычно они указаны по дефолту слева, и просто повторяем эти же цифры. 16, 18, 18, 38. Не забываем сохранить биос. Нажимаем поиск, пишем кмд и запускаем от имени администратора. Вводим нашу команду и проверяем какая у нас сейчас реальная частота оперативной памяти. Команду я оставлю в описании. Теперь же можете быть спокойны, ваш ПК работает на все 100%, скорее всего. На самом деле, такие случаи встречаются часто. С чем это связано с материнской платой или оперативной памятью, я хз. До этого у меня была материнка от MSI, и я на протяжении полугода использовал только частоту 2400 МГц. Ну а что? XMP профиль включен. Думаю, да, все работает как надо. Позже приезжаю к другу и обнаруживаю то же самое, только уже на материнке от Asus. На гигабайт такой проблемы нет. Я выставил XMP профиль, проверил, все нормально. Кстати, возможно, эта проблема именно на чипсете B450. В этом плане я не в курсе, кто знает, можете написать в комментариях. Не, ну а шо, мы переплачиваем такие бабки за частоту, а по факту пользуемся совсем другой. Поэтому будьте внимательны, и я рекомендую всем проверить вашу частоту. Если что, пишите в комментариях, кто впервые об этом узнал, и сколько пользовался дней, месяцев, пониженной частотой оперативной памяти. Мне действительно интересно. До скорых встреч.